Кому понравилось, палец вверх. Кому не понравилось, палец вниз. Пишем комментарии. Пишем, пишем, пишем. Привет YouTube, привет подписчики и гости моего канала. Начал я клеить потолок потолочными обоями. Это делаю я в первый раз в жизни. Делаю себе, поэтому опыта вообще никакого не имею. Могут быть тут косяки, но тем не менее, все-таки попробовать я решил. С одной полосой я намучился, честно вам скажу, как я только не пробовал. И шурупами их держать, как некоторые показывали в YouTube, там шурупы ставят, одному клеят. Нифига это не работает, не получается. Ну, возможно, кто-то не один километр поклеил и знает, как это делать. Я, допустим, первый раз в жизни встречаюсь с этими работами. Ну, захотелось мне себе забабахать на такую вещь. Значит, вторую полосу вот эту мы с женой клеили. Вот, у нее руки отвалились напрочь. Короче, неудобно. Плюс это вдвоем приходится плясать на таком вот столе, что тоже очень-очень неудобно. Ну, да, в общем, немножко я тут покумекал, покулибничал, ночку поспал. Проснилась мне одна интересная штукенция. Не знаю, в YouTube не видал. В общем, хочу сейчас попробовать одну свою штуку в действии. Значит, обои у нас вот такой длины. Не помню, какой длины обоина у нас. Апа! Стандартная. Вот. Вот такая вот обоина. Значит, сделал я из пропиленовой трубы. Вот так вот все это дело оккультурил мебельный болт сюда с моей стоечки. Там ее хают, бедную стоечку, что она не работает. Да, она работает. Она работает, как и на валиках, как и для лазера. Теперь еще будет работать и для обоев. Вот. В общем, сделал вот такую штуку. Ровно метр. Отрезал трубы так, чтобы края... Ну, не до края было, да? Вот. Для чего? Для того, чтобы отрезать рулон нужный. Нужного размера. Вот сейчас пойдет короткая полоса. Мы его туда закладываем. И спокойненько поджимаем к потолку. И раскатываем. Раскатываю, короче. И все это дело приклеиваю. То есть, третья рука. Сделал специально такую широкую прорезь. Потому что, когда она будет прижиматься к потолку, ее не будет выворачивать. То есть, она станет на две стороны. Две точки будет. И все. Все отлично. Сильного прижима делать не буду я там. У меня пружина слегка подпружинится. К потолку. И все. Лишь бы держалась. Обойна. Вот так хочу еще попробовать. Не знаю, что получится. Короче, буду промазывать два раза. Пройду полностью. Один раз клеем. Клей. Не знаю, что там с клеем. Вчера клеил. Должен быть отличный. Отличный клей. Сейчас перемешаем. Промазываю один раз. Гипсарь все равно где-то втянет в себя. И чтобы оно быстро не высохло, пройду еще один раз клеем. Ну и потом, в принципе, покажу, как это должно работать. Это буду делать первый раз. С вот этой приблудой. Потому что помучался вчера. Уже что-то не хочется. Первую еще как-то получилось быстро. Вторую пришлось даже отрывать. И еще раз это промазывать. Короче, неудобняк полнейший. Ну, в общем, у меня еще комната. Там есть. И здесь за стенкой комната. Где вот эта штука очень пригодится. Я ее назову третья рука. Вот так это все дело выглядит. Это все закруглено. Все это наждачкой зашкурено. Чтобы нигде ничего не царапалось, не цеплялось. Все гладенько. Все отлично. В общем, сейчас промажу и включимся. В общем, намазываю. Ну, думаю, покажу все-таки. Вот таким пластиковым шпателем клеем наношу. А потом кисточкой разложу его. Очень быстро получается. И удобно, будем так говорить. Сейчас. Прям при помощи кисточки. Чуть-чуть-чуть. Набираю. И как шпаклевку наношу клеем. Вот. А потом его, как говорится, распределяю равномерно. Можно просто пройти. Буквально на один раз. И получается очень хороший тоненький слой. Может, даже и одного раза хватит. Вот. И так же везде, везде, везде. По углам. И все остальное. Повторюсь, это я делаю первый раз в жизни. Эту процедуру. Кто-то делает частями, но у меня здесь небольшое расстояние. Всего три с половиной метра. Поэтому промазываю полностью. Ну, сейчас нам стул уже перебираю. Потому что уже не выстою. Что-то видно меня. Не видно. Ну, в принципе, видно. Возможно, сюда. Хорошо. Продолжение следует... 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 Сейчас депуты реки могут появляться, это мы еще воздух выпьем, это уже полбеды, главное вот. Продолжение следует... Вот как-то так. Вот так. Выделяется, потому что клей сырой, ну как высохнет сразу оно станет одним цветом, но останется только покрасить. Вот как легко, абсолютно легко при помощи вот такой вот конструкции. Сейчас еще раз сниму. Как снять? О! Рассоединю. При помощи вот такой вот нехитрой конструкции прекрасно все работает. Остатки клея тут бывают, остаются, да? Это все вытирается, вытирается и протирается. Кто не знает, вот здесь у меня стоит пружина с воздушкой. То есть она вот вниз... А, сейчас чуть закрутилась. Вниз нажимается и она ее сама подпружинивается. Вниз только нажал и переставил. Все. Вот такая вот штукинца. Впрочем, на этом все. Процесс понятен. Всем пока, всем удачи. Кому понравилось, палец вверх. Кому не понравилось, палец вниз. Пишем комментарии. Пишем, пишем, пишем. Вот, обязательно. Все. Всем пока.